Девушки отдыхают 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 Если вы хотите включить свет в салоне, то не нужно для этого нажимать никаких кнопочек. Достаточно просто провести под лампами рукой. В главное меню системы мультимедиа вынесены горячие клавиши подогрева сидений и подогрева руля. Девушки отдыхают 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 То есть как у пассажиров, так и у владителя равный доступ ко всем органам управления, за исключением рулевой колонки Хорошо, ну а каким образом это тогда все равно говорит о спорте? Нет, ну потому что я думаю, что машина, у нее есть эти качества, у нее есть мощь, у нее есть хороший ход, быстрый разгон и так далее С точки зрения функциональности, все ли дизайнерские решения внутри XF оправданы? На самом деле много интересных решений, но мне хотелось бы сделать акцент на сенсорные подсветки Это тот маленький бонус, как мне кажется, которого не замечаешь, пока его нету, но как только он появляется, от него сложно отказаться Только сев за руль и еще даже не тронувшись с места, водитель XF сталкивается с высокими технологиями Вот смотри, при запуске двигателя открываются дефлекторы обдува и выезжает селектор переключения передач Все это довольно необычно, для тебя это слишком непривычно или тебе нравится? Подобные решения автопроизводители называют welcome event Это некий ритуал приветствия и я считаю это маленький шаг навстречу взаимодействия автомобиля с потребителем А что скажешь о материалах отделки? Материалы в этих сегментах, как правило, используются одинаковые Это кальчинная кожа, редкая порода дерева, металлическая отделка И удивить сегодня сложно А что действительно может привлечь внимание, это комбинации цветов, текстур, фигурная вышивка И мне кажется, в этой машине им это удалось Хотелось, кстати, проверить, насколько отзывчивый тачскрин И сейчас я вижу, что он не очень, в общем-то, отзывчивый И это смущает, потому что в машинах такого сегмента ожидаешь более качественной продукции А вот сейчас я проверяю и смотрю, что есть небольшая задержка И это мне не нравится Как должна ехать машина с такой внешностью? Можешь угадать характер? Я характеризовал бы его как спортивный автомобиль С элегантным классическим видом английского джентльмена У которого все манеры при себе, но при необходимости он мог бы преподать урок Плохим быть хорошо, утверждают маркетологи бренда Jaguar Не знаю, хорошо ли, но точно весело Почувствовать себя злодеем за рулем тестового XF Поможет слаженный тандем дизельного мотора объемом 2,2 литра на 190 лошадиных сил И 8-ступенчатой автоматической трансмиссии Эта парочка разгоняет автомобиль до сотни за 8,3 секунды Дизельный двигатель выдает 450 ньютон-метров тяги, доступных уже с 2000 оборотов в минуту Когда ты давишь на газ, Jaguar срывается с места, набирая скорость мягко и стремительно При этом в салоне абсолютный акустический комфорт Лишь на самых высоких оборотах до ушей пассажиров доносится благородное звучание мотора В неровности дорог подвеска поглощает с грацией и достоинством Но все же она довольно жесткая Поэтому лучше снижать скорость перед серьезными увечьями покрытия Высокие технологии позволяют ей контролировать и анализировать скорость и рулевое управление Считывая информацию с частотой 500 раз в секунду При этом электронные амортизаторы беспрерывно адаптируются под ситуацию и тип покрытия Оптимизируя работу подвески при поворотах, объездеям или ускорении В спортивном режиме реакции XF на управление обостряются до предела Минимум усилий и обороты мгновенно взлетают Звук двигателя при этом сравним с рыком хищника перед атакой И действительно, повадки достаточно кошачьи Каким бы резким маневры ни были, машина себя ведет очень непринужденно Ягуар XF отличный пример того, что сверхкомфортный автомобиль может иметь спортивный характер Стильный и грациозный XF завоевывает симпатии не только благородной внешностью Максимум высоких технологий позволяют наслаждаться управлением на каждом пройденном километре